На телеканале ЛАБА время новостей в студии Людмила Никонова. Здравствуйте в этом выпуске. Жатва 2017. Первые дни уборки пшеницы и первые лидеры. Экологический поезд сделал остановку в Лабинске. Волонтеры с двух районов решили озеленить спортивную площадку. И райский уголок с цветущими лотосами. В Лабинске появилась еще одна достопримечательность. Хлеборобы цените каждый погожий час. Этот призыв особенно актуален в период уборочной страды. На этой неделе хозяйства Лабинского района приступили к уборке зимой пшеницы. Средняя урожайность на 12 июля 62,8 центнера с гектара. Но большая часть площадей еще не убрана. На завершение уборочного комплекса потребуется около двух недель. Руководитель агрофирмы «Прогресс» изучает районный вестник. Управление сельского хозяйства собирает оперативные сведения о ходе уборки. В таблицах имена лучших комбайнеров, намолотивших наибольшее количество центнеров с начала уборки. Для комбайнеров важно, какое место они занимают. Не скажу, что они только об этом думают. Они думают больше намолотить. У них хороший заработок. Мы повысили расценку в этом году в два раза. Это очень существенно. У них хороший заработок. Они об этом беспокоятся. Они радуются, когда получают хорошие деньги. Им приятно, когда их выделяют и на районном уровне, вручают грамоты, говорят теплые слова. Для них это важно. У нас в районе целый ряд сильных предприятий. Последние годы у кедра очень хорошие показатели. У родины, у прогресса. Если птицезавод молотит зерно не на каменистых почвах, то у него высокие показатели. Александр Борода – потомственный хлебороб. Он следит за уборкой пшеницы в первом отделении агрофирмы. Занимаемся мы сейчас уборкой озимой пшеницы. Стоят у нас задачи закончить, сделать бы это все в сроке, чтобы не потерять урожай. В моем отряде работает 7 единиц техники, то бишь это зерноборочный комбайн и класс «Лексион». Плюс работают пожарные. Работает около 20 единиц подвоз автомобилей «КамАЗ». И дальнейшие после уборочной мероприятия. Я с рождения связан с землей. У меня и все родственники. Отец тут уже работает на протяжении 20 лет. Идем в сельское хозяйство. Мы обязательно побеседуем с теми, кто управляют комбайнами и не стали отвлекать их в этот ответственный момент. Техника работает практически без остановок. Хлеборобы понимают, что дорога каждая погожая минута. Важно не потерять урожай, ради которого трудились и изгод. Надо отметить, что несмотря на сложный, как мы все уже говорили, неоднократно год, сложные погодные условия, затяжная весна, предприятия района активно вступили в уборку пшеницы. В первую очередь вступили крупные предприятия «Прогресс», «Родина», «Госплемптицезавод», «Вознесенская опытная станция», «Разворачиваются фермеры». Наша главная задача, как и в прежние годы, провести уборку максимально сжатые сроки, чтобы минимизировать потери зерна, пока погода дает, пока отсутствуют дожди. И мы такую задачу ставили на предуборочном совещании, чтобы весь уборочный, после уборочный комплекс провести очень оперативно. Активно включились в уборку предприятия «Прогресс» и показывают очень достойные результаты более 68 центнеров с гектара, предприятия «Родина» более 65 центнеров. В целом район сегодня показывает урожайность зимой пшеницы 62,8. И наша задача в этом плане отслеживать ситуацию, работать сегодня с товаропроизводителями в том направлении, чтобы темпы уборки были максимальны и от этого будет и качество, и вал, и безусловно урожайность. Ценовая политика, безусловно, нужно сказать, что складывается индивидуально, конечно, по каждому предприятию. Сегодня мы знаем, что разрешена реализация зерна за границу. Пока в районе 9 рублей. В целом, в среднем по кругу цена. Безусловно, интерес сегодня есть. Я знаю, работая с руководителями предприятий, что сегодня фирмы, занимающиеся оптовыми закупками, оптовыми поставками зерна, активно работают с нашими крупными товаропроизводителями. Посмотрим, как будет складываться экономика. Конечно, хотелось бы, чтобы наши сельхозтоваропроизводители получили максимальный экономический эффект от своего труда. Агроферма «Родина» лидирует по урожайности. Первые гектары показали более 67 центнеров. К этому жатва в этом году имеет свои особенности. Как и каждый год на протяжении многих лет, каждый год в жатве он особенный. Значит, в этом году это урожай по сравнению с прошлыми годами гораздо выше. Поэтому приходится, комбайны идут очень медленно, больше объема зерна приходится отвозить. Поэтому мы применяем технологии. Это, вы видели, это бункер-накопители, вывозя с поля, чтобы транспорт не трамбовал почву. Урожайность, конечно, это когда в складе. Сегодня предварительно мы убираем за 70 центнеров с гектара. Поэтому урожай нас очень радует, но надо убрать. В этом хозяйстве планируют собрать 20 тысяч тонн пшеницы. Для этого есть все необходимое. Мы сеем 100% нашей кубанской селекции. Сорта, в принципе, всем известны, которые сеются в край последние 5 лет, примерно 5-6 сортов, что все люди сеют там, и мы тоже и мы сеем. Соблюдать, самое главное, это соблюдение технологий. Мелочей нету в нашем деле, поэтому обманешь ты, и обманет тебя растение. В этом году мы приобрели 4 комбайна, 2 комбайна. Класс новый и Полесье два новых. И также еще бэушные комбайны 5 Полесье. Плюс наемные комбайны есть у нас. Поэтому мы думаем завершить жатву 10-15 дней, завершить полный уборочный комплекс. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА. Экологический поезд волонтеров мира курсирует по Кубани. Само название акции говорит о том, что обществу следует обратить внимание на проблемы окружающей среды. За наведение чистоты и благоустройства выступают представители подрастающего поколения. Несмотря на июльский зной, волонтеры высаживают кустарники. Молодежь принимает участие в экологической акции. Волонтеры из районов края помогают друг другу сделать населенные пункты чище и краще. Например, в Лобинске на прошлой неделе побывали активисты из Отрадинского района. Вместе с лобинцами они приняли участие в высадке саженцев Туи. Прежде чем они приступили к работе, к ним обратился заместитель главы города. Ребята, вы занимаетесь хорошим делом, очень нужным и необходимым. Огромное спасибо, конечно, и администрации Красного края, и управлению по делам молодежи, администрации муниципального образования Лобинский район, в том, что проводятся такие замечательные акции, потому что экология – это основа основ. Если мы будем с вами жить в экологически чистом мире, мы будем здоровы, значит, мы будем сильные, крепкие, значит, мы будем непобедимые. После этого молодежь выпустила в небо шары с девизом акции «Один за всех и все за чистоту». Несколько кустарников волонтеры высадили на спортплощадке с уличными тренажерами. Напомню, она появилась в 6-м микрорайоне при поддержке депутата ЗСК Ивана Артеменко. Ну а на этой неделе экологический поезд волонтеров мира с делегацией лобинской молодежи побывал в соседнем мастовском районе. Теперь, чтобы полюбоваться лотосами, не нужно ехать в другие районы края или даже за границу. Красивые водные цветы распустились в Лобинске. Нашим землякам удалось вырастить краснокнижные растения, и цветущие лотосы будут радовать жителей до конца лета, да и гостям города есть что показать. С июля до сентября – период цветения лотосов. Красивые водные цветы научились выращивать и в Лобинске. Бывший четвертый пруд совхоза техникума постепенно заполняется розовым ковром. Зрелище красивое и для нашего района удивительное. А все началось с того, что семье Бублий подарили несколько семян лотосов. Супруги решились на эксперимент, но пришлось ждать три года, чтобы растения показались на поверхности воды. Нам подарили семена лотоса. Мы не ожидали, что они у нас вырастут. Посадили и прошло где-то около трех лет прошло. И внезапно они зашли. Даже сами не ожидали. В природе существует несколько видов лотосов. В Лобинске растет розовый индийский. Его цветы и листья высоко поднимаются над водой. Растения буквально окружили смотровую площадку, так что можно к ним прикоснуться и услышать великолепный аромат, который, кстати, ощущается уже на подходе к водоему. Сейчас пик цветения, но потребовалось несколько лет, чтобы задумка наших земляков стала реальностью. Когда подошло время и они зацвели, настолько неописуемая красота была. И потом с каждым годом они разрастались. В том году даже люди приезжали, пытались сфотографироваться. Какая красота у нас необыкновенная. Ну вот так вот мы пришли к этому. Решили в этом году наших лобинчан пригласить в гости, посетить наш райский уголок. У розового такой красивый цветок. У него запах приятный, аромат такой. Необыкновенный цветочек. Лотос занесен в красную книгу, поэтому рвать его нельзя. Да и рука не поднимется уничтожить такую красоту. Ведь сорванный цветок быстро теряет свою привлекательность. Стараниями предпринимателей водоем благоустраивается. А Лотос в благодарность за хорошие условия стал активно разрастаться. Поэтому к следующему году здесь появится еще больше дорожек и мостиков для прогулок, созерцания и фотосессий. Людмила Никонова и Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА. Этот выпуск новостей подошел к концу. О погоде расскажет Ирина Бирюкова сразу после рекламы. Все вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова